Ты тут один? Что? Ты тут один, говорю? А, да. Не ори, я не оглох еще. Ты не видел мою... мою... стеклянную штуку с пивом, которая бьется, если уродить? Ты перебрал. Ну и что? Лучше быть мертвецки пьяным, чем просто мертвым. А мы все равно все помрем скоро. Погоди. Вот появятся бурые мантии. Мы все будем... все равно, что покойники. Бурые мантии? А, ага. Белые мантии. Белые. Инквизи... 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 Инквизиция? О, точно. Что белым мантиям нужно в болоте? Они же все перепачкаются. Ха-ха-ха-ха. Что ты можешь мне рассказать про них? Они везде. Пришли через море с материка. А теперь тут болтаются на острове. И всё портят. А ты встречал белую мальчу? Ты псих, что ли? Я б бежал, как резаная крыса, если б увидел их. Охотно верю. Ну, где же эта хреновая бутылка? Верни мне её мерзкое болото. А ты не должен охотиться? Чёрт, даже не начинай. Тут всё к чертям катится. А мне что, охотиться? Да ну, я лучше сяду и выпей. Что-то. Пойдёшь охотиться, получишь от меня пиво. Нет. Мне для этого придётся шевелиться. Я не хочу. Сам работаю. Так. Пошёл охотиться, или хуже будет? Стой, стой! Стою. Что? Ладно. Иди разберись с крысами. Они вон там, к югу отсюда. Если вернёшься, дам тебе тридцать золотых. Что скажешь? Ты охотник. И не можешь с крысами справиться? Эти мелкие, махнатые ублюдки на меня странно смотрят. Убей их. Я тебе денег дам. 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 Продолжение следует... 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 Придется его самого на куски разобрать. А, еще у меня есть кусочек. У тебя? Я дам тебе пиво за кусок клинка. Ты что думаешь, я совсем тупой? Ну ты два пива мало будет. Так, вот два пива. Пиво? Пиво. Собирай. Пока что у меня к тебе нет вопросов. Пожалуйста, какая. Ты можешь научить меня охотиться? Расскажи мне, как правильно красться? Чтобы красться, нужно не наступать на всякое и ничего не ронять. Медленно, словно занимаешься любовью с прекрасной, прекрасной. Знаешь, в лагере есть такие формы, как у пивной кружки. Научи меня потрошить животных. Хочешь научиться снимать шкуру животных? Тогда делаешь надрез от головы и назад. Один рыбок и шкура слетит. Если есть нужное снаряжение, можно забирать еще и рога и зубы. Когда тебе понадобятся нужные предметы, просто купи их у какого-нибудь охотника. Каков план? Каков план? Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Луис, он не прочь выпить, да? Частенько, да, но он к этому приспособился. Не спрашивай меня как, но ему это помогает, и он лучший наставник из всех, что здесь есть. Ну, как скажешь. Субтитры сделал DimaTorzok Оба твоих охотника вернулись к своим обязанностям. Серьезно? Быстро работаешь. Твоя команда, мягко говоря, не из лучших. Ну, приходится довольствоваться тем, что есть. Кроме этих парней ничего нет. А что касается твоего обучения, я мог бы помочь. Насчет твоей охоты. Луис в ближайшее время пить не прекратит. Я знаю, но пока он трезв или хотя бы стоит на ногах, он отличный охотник. Насчет Брогера. Ходят слухи, что Брогер хочет сместить Дона. Это-то очевидно. Тут нет никого, кто бы это не понял. Но такое вслух говорить нельзя. За свои слова можно и головой поплатиться. Зачем ты заставляешь Сэма пилить для тебя дрова? Какое тебе дело, рыбка? Теперь у тебя есть дрова. Позволь ему вернуться на охоту. А если я не получу дров для моего костра, я буду сильно не в духе. Если ты рассчитываешь, что Рэйчел сможет что-то организовать, то ты зря надеешься. Если тебе что-то нужно, бери это сам. Да, я начинаю понимать это. Мне удалось найти Даргана. Да? И где этот ленивый ублюдок? Он мертв. Его тело лежит в пещере недалеко от болота. Ну что ж, разболотные твари, заняты тем, что лопают его и не будут лезть ко мне, это первая полезная вещь, которую этому дураку удалось сделать. Скажи мне, а нашел ли ты что-нибудь на его теле? Да, в его кармане я нашел очень интересный список. Да? И где же он? А в чем проблема? Ведь ваш защитный бизнес совершенно легален, верно? Поверь, тебе не стоит играть со мной в эти игры. Просто отдай мне список. Ладно, вот список, который был у Даргана. Ты сообразителен. А сообразил ли ты, что не стоит никому про это говорить? Никому. И так оно и останется, если ты понимаешь, что лучше для тебя. Еда, которую еще не поджарили. Насчет лагеря. Теперь тебе снова будут доставлять ящики с артефактами. Спасибо. Я не хотела беспокоить Эстебана из-за этого. Особенно после всего, что случилось. Кстати, Луис уверяет, что Брогор хочет сместить Дона. От Брогора всегда были одни неприятности. Но теперь в этом болоте отсутствие Эстебана совсем плохо сказывается на дисциплине. Люди начинают всякое болтать и перестают работать. Если бы он только сам увидел, поговорил с людьми. Это было бы самое то, чтобы вернуть Эстебана к жизни. Показать ему, как тут все испортилось. Но мне нужно доказательство повесомее, чем бред пьяного охотника. Более жуткие, чем можно себе представить. Ну вот, они все снова работают. Дело должно двинуться с мертвой точки. Хорошая работа. Теперь мне будет проще с Бэппой и его прихвостнями. Бреннан вернулся к работе. Знаю, видел. Отлично, отлично. Я думал, ты будешь рад. Ну, я рад. А, да, вот он. Бери, ты заслужил награду. Энрика снова работает на раскопках. Как ты это сделал? Скажем так, пришлось приложить усилия, но он меня понял. Вот за это тебе явно надо подкинуть золотишко. У тебя нет денег. Можно мне взять рабочую одежду? Вот. Все, что могу отдать. Спасибо. Я это запомню. Что? Разве ты не должен нести караул возле болотной фермы? Убирайся. Мне плевать, что ты думаешь о Брогаре. Но понимаешь, теперь я приказываю тебе вернуться к караульной службе. Ты? Верно. Вот почему Брогар не пришел сам. Я покажу тебе. Что ж. Ладно, ублюдо. Что они тут вообще творят? Прекрати это. Да. Прекрати это. Что они тут вообще творят? Что они тут вообще творят? Что они тут вообще творят? Прекрати это! Это не кончится ничем хорошим. Прекрати это! Что они тут вообще творят? Это не принесет ничего хорошего. Прекрати это! Это принесет тебе одни неприятности. Ты вернешься на караульную службу или мы будем ссориться? Иду, иду! Клей сменил Фила на посту. Хорошо, пара бесполезных идиотов. Я могу сделать еще что-нибудь? Да. Есть кое-что. Если ты готов. Выкладывай. Отлично. Итак, но это должно остаться между нами. Слышишь меня? Тебе когда-нибудь доводилось собирать средства, добровольно пожертванные в благодарность за защиту? Средства, добровольно пожертванные на защиту? Ты имеешь в виду плату за защиту? Не так громко, черт побери. И кого ты защищаешь? Какая тебе разница? Ты хочешь, чтобы я выполнил это задание или нет? Хм... Возможно, что тебе удастся преуспеть там, где этот чертов Дарган потерпел поражение. В общем, все люди в этом лагере, кроме бойцов, иди скажи им, что пришло время вносить ежемесячный платеж и собери деньги. А потом принеси золото мне. Просто. Я берусь за эту работу. Но могу ли я тебе доверять? Захочешь ли ты надуть меня, рыбка? Я сделаю это. Не беспокойся. Валяй. Сделай. И сделай прямо сейчас. Да, касаемо работенки, которую ты мне поручил. А что, если у меня будут неприятности? Твоя работа – твои проблемы. Мне должны двести золотых монет. Меня не волнует, как ты их добудешь. Выбей их из них или раздобудь деньги в другом месте. Но без золота не возвращайся. Верно. А Сэма деньги брать? Нет. Сэм работает на меня. Хороший парень. Умеет держать язык за зубами. Понятно. С кого именно мне нужно брать деньги? У тебя что, голова дырявая? Со всех, кроме моих парней. Оскар Кузнец. Рабочие. Хокинс, Энрико, Бреннан и Дуайт. Охотники Дэк и Луис. А еще болотный фермер Роберт и его батрак Обель. Да пошевеливайся. Насчет лагеря. Рабочие пытались отлынивать. Но я заставил Бреннана и Энрико снова заняться делом. Хорошо. Поводом для беспокойства меньше. Вот, возьми. Тебе это пригодится. Кстати. Брогер велел мне собрать для него деньги за защиту. Правда? И у кого ты должен их собрать? У всех, кто не является его бойцом. Вот на этот раз он слишком далеко зашел. Как давно он уже сшибает с людей деньги? Без понятия. Ясно. Ладно, подыграй ему пока. Собери золото и следи за теми, кто не особенно охотно расстается с деньгами. Возможно, тогда мы сможем забить гвоздь в крышку гроба Брогера. Этот лагерь ему не достанется, покуда я жива. Не хотелось бы, конечно, чтобы он тут власть захватил. Я пришел за деньгами Брогера. Что? Быть на побегушках у Брогера не лучший способ обзаводиться друзьями. Это что же, ты теперь деньги собираешь? Да мне дела нет до этого. Деньги давай. Вот. Чтоб тебя Диргер за задницу ухватил. Так изменилось. Ты бы не узнал. Ты должен заплатить Брогеру за защиту? Зачем? Мне не нужно, чтобы меня защищал сам великий балда. Брогер собирает деньги за защиту. У меня возникли подозрения. Некоторые из моих людей тратят деньги почти сразу после того, как я им их плачу. Скажи, Рэйчел, с Брогером нужно разобраться. От него одни неприятности. Не сомневайся, что он получит то, что заслуживает. Если справедливость существует, то так и будет. Но в последнее время справедливостью тут и не пахнет. Не сомневаюсь, что у тебя полно дел. Я сейчас не хочу разговаривать. Брогер вообще сражается на арене? Хочешь быть порванным в клочья? Даже задавая этот вопрос, ты уже рискуешь. Забудь. Вот мой тебе совет. Почему? С ним шутки плохи. Битва на арене – просто игра. Брогер не играет в игры. Хм. С тебя причитаются деньги за защиту в этом месяце. Мы работаем, кормим тебя, дрова тебе носим, а ты все равно с нас последнюю копейку дерешь. Насчет Брогера. Брогер требует денег с людей и хочет, чтобы я их собрал. Ну, тебе хорошо было бы иметь Брогера своим союзником. Но есть шансы, что ты кончишь как Дарган. Дарган? Дарган был последним, кто собирал деньги для Брогера. Теперь он куда-то исчез. Дарган мертв. Я нашел его в пещере. Хм. Вымогательство всегда плохо сказывается на здоровье. Похоже, его убили дикие звери. Ну, будь осторожнее. Ты же не хочешь такой судьбы. Спасибо. Этому совету следовать нелегко. Брогер прислал меня за деньгами, что ты ему должен. Брэнон. Так ты на него работаешь? Я думал, у тебя мозгов побольше. Вот, забирай. Надеюсь, они тебе поперек горла встанут. Я собираюсь получить, сам знаешь что, Брэнон. Давай, плати. Брогер теперь тебе поручил собирать, да? Ладно, я заплачу. Но на этот раз мне действительно нужна защита. Брогер хочет получить свои деньги. Возьми мое золото. Возьми все. Только оставь меня в покое. Пора платить за защиту. Давай деньги. Да, вот. Чуть-чуть не надо грубостей. Брогер хочет деньги за защиту. Вот. Забирай. И оставь меня в покое. Ты боец? Приходится. Пока мы были в городе, я больше специализировался на ловкости рук. Драка это для полных кретинов. У меня есть особые способности. Умею красться, отпирать замки и чистить карманы. Честный труд и никакого насилия. Звучит неплохо. Клей займет твой пост. Давно пора. Спасибо. Вот тебе кое-что. Я всегда возвращаю долги. А теперь мне надо отдохнуть. Я хочу стать хорошим вором. Можешь научить меня красть? Ну, для начала нельзя обокрасть человека, который следит за своим кошельком. Это верный путь к неприятностям. До этого я бы и сам додумался. Ладно, ладно. Сначала попробуй заговорить. Задать вопрос. Привлечь внимание. Чтоб все глаза только на тебя. Вот тут можно и сцапать добычу. Можешь научить меня открывать замки? Конечно. Почти в каждом замке есть штифт, который нужно сдвинуть вниз, чтобы открыть замок. После этого можешь ковыряться отмычкой во все стороны, пока замок не откроется. Но будь осторожен. Если ты нажмешь не в том направлении, то отмычка может сломаться. Ты тут новенький, что ли? А что, так сразу видно? Я смотрю, парни Дона тебя уже понервничать заставили, а? Им скучно просто. Никакого воображения. Что ты здесь делаешь? Я брюкл выращиваю на ферме Роберта. Не самое благородное растение, но весьма полезное. Из него можно варить пиво. Можно его, если очень хочется, и покурить. Курил из него, получается, с особыми свойствами. Если ты меня понимаешь. Что ты знаешь о Доне? Знаю достаточно, чтобы держаться от него подальше. Мы тут были одни-одинешеньки, пока они все под себя не подмяли. Но если не нарушать его правила, он не такой плохой человек, хоть и жесткий надсмотрщик. В поле работать непросто, но тут вокруг никого нет. Можно подумать о разном. Можешь мне травки продать или пиво? Конечно же могу. Даже кое-чего еще смогу продать, если заинтересуешься. Кто такой Роберт? О, простой парень. Соль земли. Работает на этом болоте. Ну, на этом поле. А что ты продаешь? Что ты думаешь о Доне Эстебане? Можешь о Доне Эстебане что хочешь говорить, но он никогда не бросал нас в беде. На его слово можно рассчитывать. Давай сюда деньги за защиту. Ладно, вот. Я не хочу лишних неприятностей. Эй, покурить не найдется? Даже если бы и было. С какой радостью мне делиться с тобой? Вали отсюда! Так. По лицу вижу. Ты за деньгами за защиту пришел. Это твоя земля? Я на ней работаю. Выращиваю брюгал и варю из него пиво. Что ты можешь мне рассказать об окрестностях? Ты тут совсем недавно. Так ведь? Так, так. В лагере все парни работают на Доне Эстебана. Они собирают все золотые изделия, которые могут найти. У Дона в храме уже, наверное, целое состояние. Ты на Дона работаешь? Я? Ха! Я на этой ферме всю жизнь тружусь. И вот как-то раз из-под земли повсюду вылезают эти руины. А потом здесь появляется Дон Эстебан. По крайней мере, он сдерживает этих тварей из храма. А откуда все это золото, которое собирает Дон? Из развалин того храма, который из-под земли вырос вдруг. Говорят, там сокровища и разные создания. Можешь научить меня варить пиво? Ну, если основные представления об алхимии у тебя есть. Но чтобы научиться как следует, у тебя уйдут годы. Что такое брюгал? Ну, его называют травкой. Только это не так на самом деле. Он растет на болоте и вдоль рек. Везде, короче говоря, найти можно. С виду бесполезный. Но хмеля тут не достать. По крайней мере, задешево. А эта штука вполне его заменяет. Как твое пиво? Ничего? На материке много кто считал так. Называли его особое ячменное, пока связь не оборвалась. Каждый раз, как что-то налаживается, жизнь тебя снова опускает. А, вспомнил. В лагере ждут поставку. Ты, конечно, не захочешь забросить для меня пару бутылочек. Почему все как только увидят новое лицо, сразу думают, что я готов для них трудиться? Ну? Тебе пригодятся люди, которые тебе чем-то обязаны. Чем-то обязаны? Никогда не знаешь, когда тебе самому понадобится помощь. Отнеси эти десять бутылок Рэйчел, поварихи в лагере. Я хочу за них пятьдесят золотых монет, чтобы заплатить за эту чертову защиту. Отлично. Но рано или поздно тебе придется мне отплатить за услугу. Ну, разумеется. Вот пиво. И не забудь, пятьдесят золотых монет. Хорошо, пятьдесят. Может помочь тебе со сбором брюгла? Ну, это бы мне здорово сэкономило время. Ладно. Но мне нужны партии по десять стебельков. За каждые десять штук получишь по семьдесят монет. Слишком рискованно. Говорят, ты торгуешь с магами-послушниками. Это так. Но посетители тут в последнее время редко бывают. Я ищу магические предметы. А кто тебя сюда прислал? Ясно. Не мое дело. Так получилось, что у меня есть несколько свитков на продажу. Продолжение следует... Хорошая работа. Хорошая работа. Хорошая работа. Хорошая работа. Вот тебе золотишко. Я всегда найду применение этой травки. Пиво тут многие любят. Ну, если еще найдешь, цену ты знаешь. Выглядит ничего. Пиво. А, я как раз думала, когда же их доставят. Спасибо. А то мне пришлось бы самой идти. Роберт запросил за пиво 50 золотых. Недешево. Хотя, думаю, даже Роберт не может себе позволить просто так раздавать вещи. Вот, принимай. Спасибо за то, что занялся этим. Слишком рискованно. Так. У меня для тебя есть травка. Хорошая работа. Вот тебе золотишко. Я доставил твое пиво. Да? А золото мое принес? Да. Вот оно. Радует глаз. Теперь Брогор от меня отцепится. Спасибо тебе. Я этого не забуду. Считай, что за мной должок. Я пришел забрать деньги за защиту. Что? Только не говори, что ты один из прихвостней Брогора. Скажем, начинающий деловой партнер. Эх, ну ладно, сам за себя думай. Но если ты хочешь денег за защиту, займись защитой для начала. У меня по всей ферме ползают болотники. Утром их видел у водопада. Какая же это защита, если эти твари тут повсюду? Я разберусь с болотниками, а потом вернемся к обсуждению денег. Вон там, у водопада. Удачи. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Можешь расслабиться. Я с болотниками покончил. О, это радует. Я знал, ты не такой плохой парень. Вот, возьми в качестве благодарности. Спасибо. Только мне все еще нужны с тебя деньги за защиту. Вот, бери. И я надеюсь, теперь меня оставят в покое. Да, касаемо работенки, которую ты мне поручил. Никого из твоих должников нет в живых. Не с кого брать деньги. Отлично. Но где мои 200 золотых? Я выполнил работу. Я оставляю золото себе. Я знал, что ты хочешь меня надуть. Думаешь, ты можешь обвести Брогора вокруг пальца, а? Тебя, рыбка, ждет большое потрясение. Это случится тогда, когда ты меньше всего будешь этого ждать. Кстати, я собрал все деньги для Брогора. Что теперь? Если мой муж об этом узнает, он немедленно прикажет Брогора убить. А мне достанется по первое число за то, что не смогла уследить. Возможно, тебе стоит отправиться к Брогору и рассказать ему, что знаешь. Пригрози, что сообщишь Истебану. Может быть, он сдастся. Так, по крайней мере, какое-то время тут будет тихо. Ладно. Попробуй с ним поговорить. Возможно, мне стоит рассказать Дону о том, что я знаю Брогора. О чем? О моих спорах пожертвования? На защиту? Ты думаешь, что он поверит такой маленькой рыбке, как ты, а не мне? Ты и вправду угрожаешь мне? Ты действительно настолько глуп? Рыбка, ты еще не доказал мне. Пойдем, заберем золото из развалин храма. А, то есть тебя интересует золото? Пойдем, двигай за мной. Тут нас никто не увидит. Так что давай-ка поболтаем. О чем? Такие, как ты, источник неприятностей. Я таких уже встречал не раз. Ты еще не ушел? Это большая ошибка. Сейчас увидим. Давай с этим кончать. Доставай оружие. Вот видишь, я же говорил, одни неприятности. Пришло время драться. Продолжение следует... Продолжение следует... По Пришло время драться. Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, ты всё ещё тут. Ты же меня так горячо приветствовал. Хочешь оставаться в этой дыре? Ну и на здоровье!